Всем привет! Это главные новости Канады апреля 2022 года. В этом выпуске. Новости миграции. В июле возобновляются выборки по федеральным программам. Между тем, сроки рассмотрения заявлений пока что очень велики. Новости для украинцев. Кое-что о бесплатных перелетах в Канаду, а также новости о социальных программах. Правила по прилету в Канаду. Как всегда, есть изменения, но на этот раз небольшие. Ситуация с ковидом. Шестая волна набирает силу, но так ли она опасна? Рынок труда. Безработица на рекордно низком уровне, а также нехватка рабочей силы. И немного про электриков. Новости экономики. Инфляция растет. Центробанк повышает рейд. И куда мы идем? Новости политики. Тридов не оставляет консерваторам выбора, кроме как вытащить на свет его старые грязные делишки. А также аренда и покупка жилья. Новости хоккея, курьезы и погода. Новости эмиграции. С прошлого выпуска новостей состоялось всего две выборки, вот они на экране. И это опять только провинциальные программы. Но хорошие новости. Министр эмиграции Шон Фрейзер 22 апреля анонсировал, что с июля возобновляются приглашения по федеральным программам FSW и Express Entry. Министр сказал, что в результате временной паузы в этом году пул федеральных высококвалифицированных специалистов сократился больше, чем наполовину. С примерно 112 тысяч человек в сентябре 2021 года до всего 48 тысяч человек к марту 2022 года. Что позволит министерству вернуться к стандартному обслуживанию в 6 месяцев, которое ожидают клиенты. Между тем, пока что эти сроки все еще велики. 31 марта Министерство эмиграции запустило новую систему оценки времени на обработку заявлений на перманентное резидентство и гражданство. Ранее оценка базировалась на стандартах министерства, которые обновляются очень редко. Сейчас же время обработки обновляется каждую неделю на основе данных за предыдущие 6 месяцев. Новая система учитывает количество обрабатываемых в настоящее время заявок и любые изменения в способности министерства обрабатывать заявки. Таким образом, оценка сейчас является более точной. Но я побаловался с этим тулом. Получается, экономический класс по федеральной программе сейчас время обработки 27 месяцев. Ну, поиграйте сами, ссылка под видео. Там же можно проверить и свою заявку, если вы уже подались. Министр Фрейзер также объявил 22 апреля о новой временной политике, которая даст недавним иностранным выпускникам с истекающим временным статусом возможность оставаться в Канаде дольше, чтобы они могли продолжить набираться опыта работы и иметь больше шансов на получение права на постоянное резидентство. Начиная с лета 22 года, бывшие иностранные студенты, которые находятся в Канаде и имеют разрешение на работу PGWP после окончания учебы, срок действия которого истекает в период с января по декабрь 22 года будут иметь право на дополнительное открытое разрешение на работу на срок до 18 месяцев. Но в подробности я не буду углубляться, ссылка на все эти заявления Фрейзера под роликом. И это все помимо того, что, напоминаю, Канада увеличила свои планы по иммиграции с и так рекордных 411 тысяч в 2022 году и 421 тысяч в 2023 году, до еще более рекордных уровней почти 432 тысяч в 2022 году и 447 тысяч в 2023 году. Вот как-то так. Ну и последнее, что нужно сказать про иммиграцию. С 30 апреля незначительно на 2-3 процента увеличиваются все сборы Министерства иммиграции. Это не касается украинцев, до них услуги Министерства вообще бесплатные. Новости для украинцев. Канада так и не дает самолеты, но опять-таки министр иммиграции заявил, что сейчас собираются донаты милями Айрмайлс на перелет украинцев из Канады в Европу. Он говорит, что сейчас украинцы сосредоточены локально не только в Варшаве, но еще и в Берлине и в других местах, так что не очень понятно, куда посылать самолеты. Решено, мол, собрать донаты и предоставлять украинцам билеты бесплатно. Уже собрано около 150 миллионов долларов, что позволит перевезти 10 тысяч украинцев бесплатно. Еще понять, как заполучить этот бесплатный билет. Министр об этом ничего не сказал, и в гугле я, честно говоря, ничего не нашел. Но буду следить. Ну вот, если кто-то знает, напишите, пожалуйста, коммент под видео. Между тем, уже более 40 тысяч украинцев подались по канадской программе для украинцев Quiet. Подробности об этой программе, а также мои соображения о ней смотрите в роликах номер 77 и 78, ссылки под видео. Переселенцы по этой программе с начала апреля уже прибывают в аэропорты Торонто, Эдмонтона и Ванкуера. Федеральное правительство объявило о шестинедельной поддержке их финансами, а также о предоставлении жилья на две недели. Возможно, что скоро будет принято решение о доступе к бесплатной медицине сразу же по прилету. Бесплатные школы уже предоставляются, и вроде бы детские сады где-то читал, но не уверен. Также для студентов вузов предоставляются льготные внутренние канадские цены. Для украинцев, уже прилетающих в Онтарио, премьер-министр Онтарио Дагфорд анонсировал провинциальную программу их поддержки. Она включает в себя доступ к медицинскому страхованию, жилью, консультациям и горячей линии по поиску работы, чтобы помочь им, когда они прибудут в провинцию. Министр труда Монте Макнатон заявил, что работодателю во всех отраслях уже предложили 30 тысяч вакансий для украинцев. Вот хотел бы я только посмотреть, что там за вакансии. Очень удивлюсь, если там будут офисные позиции. Еще Форд анонсировал финансирование нескольких программ по помощи украинцам и их общинам. Также он пообещал предоставление отелей нуждающимся. Телефон горячей линии и e-mail для поиска работы на экране и под роликом. Последний для украинцев. Пока что полной ясности нету, что конкретно им будет доступно, а что нет. Ряд провинций объявил о каких-то своих программах помощи, кое-какие программы объявило федеральное правительство. Но вот пока что не могу сказать, что из базовых социальных программ будет доступно. Вот это будет доступно, вот это не будет. Раздается голоса, что украинцам надо предоставить статус беженцев, так же, как и афганским беженцам. Но у этой позиции есть масса оппонентов, которые говорят, что у украинцев-то есть альтернатива, Европа, например. В общем, я буду следить. Напоминаю, что есть еще масса полезных сайтов, в том числе по предоставлению бесплатного жилья на первое время. Я подсобрал известные мне ссылки. Смотрите под видео. Правила по прилету в Канаду. Здесь, как всегда, что-то постоянно меняется. Какие-то небольшие изменения произошли с 5 апреля. Но я сейчас туда не полезу. Хочу напомнить только, что для прилетающих в Канаду продолжают применяться определенные ограничения и требования. Есть визард, используя который, вы сможете получить все детали, которые касаются лично вас. А также есть приложение Arrive Can, которое вы должны скачать за 72 часа до прилета в Канаду, но и следовать его инструкциям. Ссылки под видео. Еще напоминаю, что для украинцев, прибывающих по программе Quiet, делается исключение, и по вакцинации требований нет. Ситуация с ковидом. Пятая волна ковида плавно переросла в шестую и, похоже, набирает силу. На новые случаи можно не смотреть, по ним статистика искаженная, но, впрочем, как и по смертности и по госпитализации. Но даже и по этим данным видно, что ситуация, как бы это сказать, далеко не критичная. Особенно учитывая то, что экономика открылась и масочные ограничения сняты. Вот посмотрите, число пациентов в реанимации здесь в розовом цвете. Очевидно, что оно гораздо меньше, чем в предыдущей волны. Между тем, еще в начале апреля Антарио, например, оценивало от 100 до 120 тысяч новых случаев в день, что означало, что 5% населения было заражено. Ожидалось, что к маю число пациентов на аппаратах ВВЛ вырастет до 800 только в Антарио. А как мы видим, по всей Канаде это сейчас 400 с чем-то. Я не эпидемиолог, но мне кажется, что это уже все. Похоже, что новая версия Omicron BA.2 оказалась, хотя еще и более заразной, чем начальный Omicron, но и менее опасной. К тому же в Канаде полностью вакцинировано 82% населения, частично 89%. А сейчас еще и погода налаживается. Ну, солнышко ультрафиолет, так что я с осторожным оптимизмом смотрю в будущее. Рынок труда. 8 апреля Статс Кеннеда выпустил отчет по безработице в Канаде в марте. Она опять упала, на этот раз на 0,2% и составляет сейчас 5,3%. Таким образом, мы имеем такую картину. Безработица уже даже ниже до пандемийных января и февраля 2020 года. Мало того, это самый низкий показатель за всю историю наблюдений с 1976 года. И это не может не радовать. Занятость выросла в марте как в секторе услуг, так и в секторе производства. Рост занятости отметили Онтарио, Квебек, Нью-Брансвик и остров Принца-Эдварда. Средняя почасовая зарплата увеличилась на 3,4% по сравнению с прошлым годом. Доля работающих с дома в марте продолжала снижаться, упав на 1,8% до 20,7%. В общем, вроде бы все выглядит неплохо. Мало того, сохраняется высокий так называемый labor shortage, нехватка рабочей силы, особенно в отдельных отраслях. Я уже говорил, что острая нехватка рабочей силы есть в водителях грузовиков, трак-драйверах. В середине прошлого года их не хватало более 20 тысяч, а также острая не хватает работников автовой и розничной торговли. Но тупо не хватает грузчиков, складских работников, работников на зале. Нехватка рабочих рук наблюдается и в других секторах, например, в гостиничном бизнесе и в общепите. А вот неожиданно Мэри Франс Макентон, вице-президент канадского мясного совета, говорит, сейчас некого нанимать. Она сказала, что недавний опрос показал более 10 тысяч вакансий для мясников, что в 5 раз больше, чем в 2018 году. И прямо сейчас есть множество секторов, которые сталкиваются с той же проблемой. Начиная с 30 апреля, правительство Канады ослабит ограничения на наем низкоплачиваемых работников из-за рубежа, что может привести к привлечению тысяч дополнительных рабочих мигрантов. Однако критики предупреждают, что эти изменения приведут к сокращению заработной платы и подорвут стимулы для компаний вкладывать средства в повышение производительности, а также к тому, что иностранные рабочие становятся уязвимыми для эксплуатации. Ну вот еще информация к размышлению, особенно для украинцев. Очень вы подходите сейчас в Канаде, но имейте в виду, чего она от вас хочет. С другой стороны, если задаться целью подучить английский, пройти какое-то обучение и, возможно, переквалификацию, особенно если вам будут доступны всяческие гранты, льготные кредиты, это пока непонятно, то вам будут доступны фактически любые работы. Я многие свои соображения по адаптации в Канаде, особенно для украинцев, высказал в ролике номер 78. Рекомендую, ссылка под видео. Вообще же, я уже раньше называл 5 секторов экономики, в которых рост в Акансе был наиболее высоким последние 3 года. Это здравоохранение, строительство, торговля, производство, а также гостиничный бизнес и общий ПИД. Ну, я бы еще добавил сюда IT. Сейчас рынок очень хорош. Последнее про рынок труда. Я обещал кому-то рассказать про профессию электрика, но никак не могу договориться с одним человеком о разговоре или даже интервью. Он еще не занятой, товарищ, а сейчас начинается сезон, и он будет еще более занят. То есть, скорее всего, до осени или даже зимы мне его заполучить не получится. Кстати, если вдруг этот ролик смотрят электрики в Канаде, отзовитесь, может быть, с вами интервью сделаем. Но пока что пара слов из того, что сам знаю. Электрик – лицензируемая профессия в Канаде. Чтобы получить лицензию, надо учиться по соответствующей программе в колледже. Необходимо набрать какое-то количество часов практики и пройти теоретические занятия. Ну, а потом искать работу. Некоторые колледжи помогают с этим. По словам тех электриков, с которыми я общался, есть два типа занятостей. Это те, кто работает на зарплате, и фрилансеры. То есть, те, которые как бы ищут клиентов сами. Еще есть целая куча специализаций электриков. Вот они на экране. Общее электричество, строительство, жилье и так далее. Зарплаты в компаниях, те, что я видел, это от 50 до 100 тысяч в год. В зависимости от ряда факторов. Фрилансеры зарабатывают, в принципе, больше. Но у них может занять год, два, три, пока они не наберут клиентуру. Вот тот человек, которого я пытаюсь поймать, комбинирует. Он работает на заводе, а в свободное время подрабатывает частным образом в частных домах у таких клиентов, как я. В карман я ему не заглядываю, но думаю, что он в шоколаде. За точку он брал раньше 50 долларов. Точка – это что угодно. Розетка, подлайт, люстра, выключатель и так далее. Сейчас, наверное, дороже уже. Последний раз он у меня был года 3-4 назад. И еще ценник, конечно, зависит от сложности работы. Вот за эту лампу над бильярдом он, по-моему, взял или 100, или 150 долларов. Но там ему реально пришлось покорячиться. Бильярд тоже стоял, он тяжелый, его не передвинуть. Он буквально соорудил какие-то леса, чтобы добраться к потолку. Плюс были трудности с проводкой провода над потолком. Насколько я слышал, спрос на электриков большой. Профессия очень востребована. Ну вот, ребята, то, что знаю. Еще раз, электрики, отзовитесь, пожалуйста, если вы не против дать интервью. Перед тем, как мы пойдем дальше, призываю вас ставить лайки, подписываться на канал и постить ссылки на мои ролики в ваших социальных сетях. Спасибо. Новости экономики. И это опять, конечно, инфляция. 20 апреля Статс Кеннеда опубликовала отчет за март. Потребительские цены в Канаде выросли на 6,7% в годовом исчислении, что на 1% выше, чем в феврале. Это был самый большой рост с января 1991 года. Пора мне уже завести такую же табличку, как и на безработицу. Ну, начнем вот за 2021 и 2022 годы. Средняя инфляция исторически, начиная с 1915 года, в Канаде это 3,1%. Ну и мы уверенно идем выше этой планки уже 9 месяцев подряд. Причем в марте мы добавили целый процент. Я вам скажу, что по моему обывательскому мнению, цифру CPI, ну вот потребительские цены, надо умножать на 2, чтобы получить реальный рост цен. То есть сейчас мы уже где-то в районе 13%. А еще я вам скажу, что попкорн я закупил. Очень хочу посмотреть, каким образом глава канадского центробанка Тиф Маклем собирается вернуть инфляцию в коридор 2-3% ближе к концу года. Ну или все-таки опять прогноз пересмотрит? В принципе, дорожка-то протоптана, не впервой, можно и пересмотреть. Кандидат на кресло премьера от консерваторов Пьер Пуальевр резко раскритиковал Банк Канады, обвиняя его в том, что он выступил в качестве банкомата для федерального правительства во время пандемии посредством своей программы покупки гособлигаций, также известной как количественное смягчение QE. Он высмеял Центробанк за неправильные прогнозы инфляции последние 2 года и назвал это учреждение финансово безграмотным. Ладно, Статский канал говорит, что рост цен отмечен во всех 8 основных категориях. Рост цен на топливо за год состоял 61%. Среди товаров длительного пользования более всего подорожали легковые автомобили и мебель. Автомобили на 7%, мебель почти на 14%. Еда подорожала на 8,7%. А известная дискаунтная сеть Долорама заявила, что поднимает цены на некоторые товары и объявила, что введет новые ценовые категории до 5 долларов, что выше предыдущего максимума в 4 доллара. Что происходит? Знаменитый американский инвестор Уоррен Баффет говорит, что в экономике нельзя ничего просто делать. Перед этим надо всегда задать вопрос. And then what? А что дальше? Вот похоже, что этим вопросом современные политики экономиста задаются все меньше и меньше. Как я уже говорил, у нынешней инфляции есть ряд причин. Часть из них вне Канады, а часть внутри Канады. Например, повышение кармонтакса при растущих ценах на нефть не выглядит логичным. Это еще подстегивает рост цен на топливо, а значит и на все остальное. Раздувание каких-то социальных и прочих сомнительных программ, а также повышение разных других налогов, также ведет к повышению цен. Ну, печатание денег пандемии, локдауны, вертолетные деньги – это все народ приветствовал. И осенью опять проголосовал за Трюдо. А сейчас приходит протрезвление. Кто-то должен заплатить за банкет из своего кармана. Но не Трюдо же это будет делать. Он не по этим делам. Он учитель драмы у нас и весельчак. Но к нему мы еще вернемся. Но, конечно, есть причины и вне Канады. Например, глобальное нарушение цепочек поставок. Сейчас к прошлым проблемам добавились новые. Китай закрыл на карантин крупнейший порт в Шанхае. Сотни судов ожидают погрузки-разгрузки на якорях возле порта. Работы в порту ведутся на 30-40% от обычной производительности. А сейчас, в преддверии летнего сезона, торговые сети желают заполнить свои инвентурии сезонными товарами. И получается, что из-за проблем с логистикой нечем. То есть при наличии повышенного спроса предложение будет низкое. По всем законам физики это опять ведет к повышению цен и инфляции. Обозреватель Bloomberg News Брэндон Меррей говорит, что проблемы с supply chain не снижаются по сравнению с прошлым годом. А все становится еще хуже. Кроме старых проблем с недостатками водителей и грузовиков и складских работников, теперь добавилось еще две. Война в Украине и локдауны в Китае. Инфляция больше всего затрагивает низкооплачиваемых работников, которые сейчас едва сводят концы с концами. Профсоюзы там, где они есть, начинают требовать от работодателей повышение заработной платы, даже если это означает забастовку. Некоторые уже вступили в забастовку, например, складские работники в некоторых торговых сетях. Другие же, такие как профсоюзы дворников и уборщиков, объявили о предзабастовочном состоянии и в случае, если переговоры с работодателями не приведут к результатам, будут бастовать. Работники сети Метрова после забастовки уже добились повышения зарплаты почти на 16%. Ребята профсоюзы, ну хорошо, но повышение зарплаты – это опять разгон инфляции. Профсоюзы – зло. В целях борьбы с инфляцией 13 апреля Банк Канады, как и ожидалось, поднял процентную ставку сразу на полпроцента. Теперь овернайт рейт составляет 1%, и это точно не последнее увеличение рейта в этом году. Это хорошая в кавычках новость для счастливых держателей ипотеки или моргиджа. По выражению экономиста Роба Керрика, почти 4 из 10 держателей ипотечных кредитов пройдут ускоренный курс по экономике в ближайшее время. Но к жилью мы еще вернемся. А насчет вопроса, куда мы идем, я бы сказал, что надо подтягивать ремни, ну или пристегнуть ремни по вкусу. По всей видимости, 22-й год будет очень непростым. У меня такое чувство, что мы на пороге большого шухера на рынках. Многие аналитики считают, что надо перекладываться в защитные активы. Ну, не знаю, в эту сферу я точно не полезу и даже не просите. Скажу только, что, наверное, канадский доллар, как и другие валюты, будут падать по отношению к американскому доллару. Но я не пророк, как вы понимаете. Из хороших экономических новостей, неожиданно для многих, Оттава одобрила проект морской добычи нефти Bay du Nord. Удивительно, но министр окружающей среды мистер Гилберт, бывший гринписовец и человек, который из принципа никогда не имел автомобиля, дал зеленый свет проекту. По его словам, проект не представляет большой опасности для окружающей среды. Ну, не знаю, все-таки, наверное, быть бесшабашным гринписовцем – это одно, а занимать министерский пост правительства – это другое. Месторождение находится в 500 километрах от берега на глубине 1200 метров и содержит 300 миллионов баррелей нефти. А по данным последних разведок, может быть и миллиард. Этот проект создаст тысячи новых рабочих мест, а также обеспечит хорошие доходы в провинциальные и федеральные бюджеты. Вот только бы либералы не спустили все на какие-нибудь воздушные замки. Новости о политике. Как я уже говорил, либералы Трюдо заключили сделку с новыми демократами, считая все это левые, вступили в сделку с крайне левыми. И теперь нам не видать ни новых выборов, ни возможности объявить вотом недоверие Трюдо аж до 2025 года. Я все ждал, какой ответный ход сделают консерваторы, и вот оно. Слава богу за нынешним премьером Трюдо, есть целый шлейф дел и делишек, и консерваторы вытащили из чулана одну дельца, которая, тем не менее, может иметь успех, ибо там пахнет криминалом. Джастин Трюдо нарушил несколько законов о коррупции, согласившись провести рождественские каникулы 2016 года на частном острове фонда Агакхан на Багамах. В 2017 году фонд Агакхан получил более 50 миллионов долларов федерального финансирования. Трюдо стал первым премьер-министром в истории Канады, нарушившим федеральный закон об этике. Ну, тогда комитет по этике парламента установил этот факт, но дело замяли. Позднее полиция провела расследование вопроса с криминальной стороны дела и тоже замяла дело. Сейчас консерваторы подготовили свое расследование и передают свой отчет на пересмотрение дела. Дело в том, что полиция тогда установила три факта из четырех. Трюдо – это правительственный чиновник. Да. Трюдо получил подарок. Да. Подарок был получен от организации, имеющей бизнес с правительством. Да. Но получил ли Трюдо разрешение от начальства? В то время полиция ответила на этот вопрос неизвестно. Ну, как бы Трюдо же глава правительства, непонятно, кто у него начальник, чтобы давать ему разрешение. Полиция ни разу не допросила Трюдо и не предъявила никаких обвинений. Ну, короче, дело замяли. Но 26 апреля все перевернулось. Кэндис Берген, временная глава консерваторов, заявила в парламенте. Что же, премьер-министр сам себе дал разрешение совершить мошенничество? Консерваторы говорят, что если бы полиция получила от него тогда ответ, что, мол, нет, у него не было письменного разрешения, то эта информация могла бы привести к обвинениям. Консерваторы сейчас требуют пересмотрения дела. Сам Трюдо назвал эту историю политическим театром. Ну, может быть, может быть. Надо будет докупить попкорн, я вот так подумал. Ренты и покупка жилья. На сайте Rentals.se вышел отчет The Mart. Средняя стоимость аренды жилья по всей кастрыли составляет 1818 долларов в месяц. Это увеличение на 6,6% год к году. Цены остаются почти неизменными с ноября 2021 года, но это обычное сезонное явление. То есть зимой на этом рынке традиционно затишье. Как обычно, в лидерах Ванкувер и Торонто, а замыкают список Альберто, Соскочеван и Монитоба. В отчете приводится многих графиков и статистики по разным провинциям и даже городам. Рекомендую посмотреть, кому интересно. Ссылка на отчет под роликом. Между тем, рынок покупки жилья замедлился в марте и даже чуть припал. Это связано с ростом процентной ставки канадского Центробанка и увеличением стоимости ипотеки. Канадская ипотечная и жилищная корпорация CMHC говорит, что к концу года средняя стоимость жилья может составить 782 тысячи или даже 740 тысяч. Согласно новому прогнозу на 2022 год, опубликованному 21 апреля, это все равно будет на 13,7 или 7% больше, соответственно, чем в среднем в 2021 году 688 тысяч. Однако, поскольку в марте средняя цена была 796 тысяч, то это вообще-то означает падение цен к концу года. Ну, посмотрим. Прогнозы у нас любят пересматривать на лету. В Торонто и при городах средняя цена отдельного дома сейчас 1 миллион 700 тысяч. Квартиры 800 тысяч. Ну, канадских долларов, конечно. Новости хоккея. 29 апреля завершился регулярный сезон NHL. Торонто Maple Leafs уверенно вышла в плей-офф, заняв второе место в дивизионе и третье место в конференции. Наша звезда Остон Мэтьюс забил 60 голов в сезоне. Это рекорд в истории Торонто Maple Leafs. В первом круге плей-офф мы будем встречаться с нынешним обладателем Кубка Стэнли Tampa Bay Lightning. Ну, легко точно не будет. По результатам личных встреч в сезоне у нас вроде ничья 2-2, но они нам забили 16, а по-моему только 12. Первая игра состоится в Торонто в понедельник 2 мая. Посмотрим, успею ли я сообщить результат до выхода ролика. В любом случае, пожелаем лифчикам успеха. Курьезы. Каждую весну можно наблюдать странную картину, если смотреть на Торонто со стороны озера Онтарио. Город приобретает совершенно необычный вид, как будто мегагород или огромная стена. На самом деле этому явлению есть вполне простое объяснение. Это мираж. Когда теплый и сухой воздух встречается с холодной водой озера, возникает интересный оптический эффект. Образуется так называемый инверсионный слой. Все дома выглядят как одной и той же высоты. Вот эта желтая линия – это верх инверсионного слоя. Здание переворачивается вверх ногами в этом слое и получается вот такая стена. Высотные здания, такие, например, как телевышка Сиент Тауэр, находятся выше верха инверсионного слоя. И они не переворачиваются. Ночью вид еще красивее. Оставляю вас с этим зрелищем и погодой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и постите ссылки на мои ролики в ваших социальных сетях. Всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok